Прошу, не отставайте. Мария, да ты, сейчас же убирайся отсюда. Чёрт, я полагаю на самую старшую. Да нет. Мария у нас тёплая. Что значит тёплая? Матиль, да. С кем ты? Могу я задать вам несколько вопросов? Ничего не скажу, пока она здесь. Матиль, да, введите, пожалуйста. Я сам разберусь. Итак, Мария, что вы можете рассказать о своём муже? Вы, я полагаю, уже знаете, что случилось. Жили мы в горе и в радости, и всегда поддерживали друг друга. В церковь вместе ходили. До тех пор, пока я не узнала, что он алхимией занимается. Как я испугалась тогда основанию передать. А всё почему? Не знаю, поймёте вы или нет, но я всё же скажу. Его поведение богохульничаем называется. За это божья кара настигает людей. Ну, его уже эта божья кара настигла. Я первая была его женой. Такого никому не пожелаешь. Первая? Я полагал, что мотивная первая. Нет, нет, она... Не она. Как странно. Хорошо, продолжайте. Теперь я даже успокоилась. Я вот гневаю сейчас, и можно даже сказать, сплетни распускаю. А раньше... Раньше я не на такое способна была. Но потом шла в церковь и отмаливала себе райскую жизнь. Но, видно, не получилось. Бог так и не понял. Хорошая я или плохая? Так и осталось висеть между небом и землёй. Здесь, в этой помните. Где мой муж меня какой-то гадостью напоёл. Эликсир молодости он, видите ли, создавал. У меня этот эликсир как яд подействовал. А у него только борода поселена. Это после него я такая стала. Подождите, подождите. Что вы такое говорите? Эликсир? Я хотела доказать, что нет такой штуки, съев которую или выпив, мог бы оставаться молодым. И не будет никогда. Эликсир, жить вечно, без проблем. Это у нас в религии даже принято. Но стареть ты будешь всё равно. Стареть ты будешь всё равно. Так он этого и не понял. И продолжил поиски идеального рецепта эликсира молодости. Так и терзал сердца и мозги своим новым жёнам. Собирал по пути осколки брошенных сердец и варил из них своё средство. Варил из средства. Собирал по пути осколки брошенных сердец и варил из них своё средство. Мои глаза будут ослеплены правдой. И он погибнет от света и сгорит в огне ада. В огне ада. А теперь идите вон, неблагодарные вы все. Оставьте меня. А я помолюсь за души ваши грешные. Все вырожаны, все вырожаны, уйдите в классе.